Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Смотрите обязательно другие видео на канале. Ну а мы сегодня с вами говорим, друзья, о кактусах. Многие нам задают вопрос, можно ли держать дома кактусы. И давайте вместе будем разбираться. Как вы знаете, с комнатными цветами множество связано всевозможных примет. И подчас, к сожалению, противоречивых. Поэтому давайте разбираться, можно ли держать дома кактусы. И в каких случаях от этих колючих любимцев лучше отказаться. А в каких без них просто не обойтись. Как вы знаете, кактусов смело можно назвать чемпионами, когда речь идет о количестве противоречащих друг другу советов по части биоанергетики. Одни советчики говорят, немедленно откажитесь от таких растений. Они заряжают вас негативом. А другие, например, возражают. Говорят, что кактусы спасают дом от компьютерного излучения и укрепляют биополе. И мы попытались разобраться, стоит ли разводить дома кактусы. Как вы знаете, кактус это цветок противоречивый. С одной стороны он так и щетинится колючками. А с другой, многие кактусы просто потрясающе цветут. С третьей стороны бывают и вовсе милые растения с пушком вместо колючек. Как от такой крошки вообще можно отказаться? Но, как вы знаете, друзья, кактусы защищают дом от негатива. Считается, что эти растения выполняют роль своего рода заслона от внешних отрицательных энергетических потоков. Поэтому кактусы рекомендуют ставить на подоконники. Окна – это глаза дома. И сквозь окна мы смотрим на мир вокруг. И будет хорошо, если в ответ к нам не будет пробиваться чужой негатив. Поэтому смело приобретайте для подоконников кактусы с самыми большими колючками. Но помните о технике безопасности. Если в доме есть дети или домашние животные, пушистики подойдут больше. Тем более, что они не такие безобидные, какими кажутся. Далее, друзья, кактусы против мужчин. Как говорится, кто кого. И по народным приметам, подарить незамужней женщине кактус – это значит пожелать ей безбрачия. Поэтому принято полагать, что кактусы нарушают спокойствие в доме, ссорят домочадцев, особенно супругов, а уж у молодых девушек и вовсе отгоняют женихов. Даже якобы измены на супружескую пару навлекают именно кактусы. Видимо, все дело в их внешнем виде. Хотя роза, как вы знаете, это символ женственности и тоже имеет весьма острые шипы. Так что посмотрим на кактус иначе. Кактусы, друзья, действительно не лучшие помощники в любовных делах. Поэтому в спальни их ставить не стоит, если только на подоконнике от внешних недоброжелателей. У изголовья супружеского ложа кактусу не место. Горшочек с этим колючим любимцем не привнесет страсти и чувственности в ваши отношения. В творческих уголках, где принято заниматься рукоделием, в зоне отдыха или чтения, кактусы тоже лучше не выращивать. Теперь давайте поговорим о том, а вот если кактус зацвел, что говорят нам приметы и народные поверья. Как вы знаете, если цветут кактусы к самым, друзья, разным вещам. Это может быть к переезду, к свадьбе, к беременности, к творческому прорыву и даже к исполнению мечты. Поэтому, если у вас есть кактусы, присмотритесь или вспомните, когда у вас кактусы цвели, что у вас происходило в этот момент в вашей жизни. В одном приметы о кактусах единодушно сходятся. Кактус зацветает к значительным и крупным переменам в жизни. Причем, чем реже он обычно цветет, тем более неожиданным и захватывающим будет новый жизненный поворот. Цветы на кактусе, знаете, это хорошая и добрая примета. А как, конечно, о кактусах складывались не только народные поверья, но и фэншуй тоже говорит о этих цветах. Но самое важное, конечно, ваше собственное отношение к этому растению. Если кактус вам нравится, и если это подарок от близкого человека, если он несколько лет цветет на счастье у вас, его можно оставить без всяких колебаний. Но если вам самим что-то подсознательно подсказывает, что растению в доме не место, можно все-таки от него избавиться. Правда, выкидывать его не нужно. Лучше отдать кактус в какое-то учреждение, или, возможно, спросить у знакомых, не нужен им ли такой цветок. Или отнести на работу. Там-то нейтрализация негатива будет как раз кстати. Вот теперь вы, друзья, знаете, можно ли держать дома кактусы, как это делать и в каких случаях, конечно, лучше от них отказаться. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео на канале. Ну а мы, друзья, прощаемся и услышимся в следующем эфире. Пока-пока!